Всем привет! В эфире Дети Большого Толка. Это программа с любопытными фактами, интересными сюжетами и путешествиями. Мы изучаем весь мир. От Барнаула, Алтайского края до просторов космоса. От бактерий до самых далеких планет. Почему смеяться при всех прилично, а плакать нет? Вы задумывались об этом? Или, например, о том, что случится на Земле, если деньги перестанут существовать, и все станет бесплатным? Или вот, если бы вы могли останавливать время, то как бы вы воспользовались этой способностью? Пришла пора порассуждать в нашей постоянной рубрике «Опрос». Какую суперспособность ты бы хотел и почему? Я бы выбрал отмотывать время назад, потому что можно как бы, если допустить ошибку какую-то, ну, можно это назад отмотать и исправить ее, и так до бесконечности можно. Останавливать время. Во-первых, почему? Потому что, когда, например, пришел со школы, можно остановить время, и в этом остановленном времени сделать домашку, и все, и уже, типа, ну и останется побольше времени. Я бы выбрала становиться быстрой, потому что ты бы, вот когда ты опаздываешь куда-то, ты бы просто начал бежать, и это было бы все быстро, ты бы никуда не опаздывал. Допустим, если ты проспал в школу, ты встаешь, одеваешься и быстро бежишь до нее. Суперсила, чтобы защищать у тех, кого проблема. Ну, честно, я бы не выбирала никакую способность, потому что я не имею в этом смысла. Я бы выбрала суперспособность перемещаться во времени, чтобы узнать из будущего что-нибудь новое, и узнать, что было в прошлом. Не ходить в школу, но быть умной. Я бы выбрала способность видеть будущее. Я бы тогда знала, что произойдет со мной или с моими друзьями, и я могла их об этом предупредить. Я бы выбрала суперспособность невидимость, потому что это могло бы во многом помочь, но и так для развлекательных целей тоже прикольно. Я бы выбрала, конечно же, превращаться в кого-то, точнее в животных и в огромного дракона, так как у нас есть в классе бесячие мальчики, и я уже с ними не справляюсь. Если бы у меня был такой выбор, скорее всего, я бы выбрала заглянуть в будущее, чтобы предотвратить какую-нибудь большую беду. Я бы выбрала телепортацию, потому что вот сидишь вроде бы на русском скучно как-то. Вот хоп, и на Мальдивах. Что больше любят люди? Чай или кофе? В России однозначно чай. Его предпочитают 94% жителей нашей страны. Да и в школьных столовых тоже дают именно его. А теперь угадайте, про что наш следующий сюжет. Чай – второй популярности напиток после воды. Поэтому сегодня мы расскажем именно про него. Во всем мире чай делается всего из одного растения. Оно называется камелия китайская. А как же Иван-чай, спросите вы? Так вот, это растение, которое не является чаем. Его пьют, как травяной сбор. Если весь чай производится из одного растения, то получается, с одного куста можно собрать и черный, и зеленый чай. Да, это так. Черный и зеленый чай – это одно и то же растение. Просто его заготавливают по разным рецептам. В итоге его вкус и цвет так сильно отличаются. На самом деле чай делится не на два вида, а на шесть групп. Давайте посмотрим. Это красный, желтый, белый, улуны и пуэр. Красный чай – это тот, что все мы называем черный. Но если посмотреть на цвет, то действительно он имеет красноватый оттенок. У светлых улунов всегда лист мятый. Его мьют, мьют, мьют и еще раз мьют. Китайская чайная церемония – это особая культура, которая зародилась еще в древние времена. Словом «чипань» обычно называют поднос или столик, на котором располагается вся необходимая посуда и чайные инструменты. Чипань сильно упрощает чаепитие. На нее можно лить воду благодаря поддону или специальной трубке для отвода воды. Так пролитая жидкость не будет мешать чаепитию. Китайская чайная церемония предполагает использование большого количества воды. Сначала нужно ошпарить кружки, потом сполоснуть чай, потом ошпарить кружки еще раз и так далее. Чтобы каждый раз не бегать к раковине, все это делается непосредственно на подносе. Именно поэтому во всех подносах есть емкость для сбора воды. Китайцы много раз омывают листья, но не заваривают чай долго, пьют свежим и неохлажденным. Обо всем этом нам рассказал Руслан Петросян, владелец чайной. Прочитал я очень много книг по поводу чая и пересмотрел очень много видео я про чай. И был во многих чайных в России и в разных городах. И очень мне сильно нравится, что когда вы приедете, если вы будете пить чай в дальнейшем, поздравить, приедете в другой город, то чайное сообщество вас везде примет очень хорошо, все между собой общаются, все дружат. С помощью чая я познакомился, не знаю, мне кажется, со всем городом. У всех людей я познакомился со всеми, потому что все пьют чай. И чай – это очень хороший инструмент. Даже если вам не о чем будет в жизни с человеком поговорить, пообщаться, то вас объединит чай. Китайцы не просто пьют чай, а наслаждаются его запахом, цветом и ароматом. Для китайцев чай означает очень много в их жизни. Они говорят, что чай лечит более 10 тысяч болезней. А еще в Китае говорят, что чай надо пить медленно и с уважением, как будто это ось, вокруг которой вращается земля, медленно, ровно, не торопясь в будущее. Чай – напиток непростой. Когда чаепитие становится ритуалом, оно развивает умение видеть великое в мелочах. 21 ноября. Отмечается Всемирный день телевидения. День, когда поздравляют всех, кто причастен к созданию новостей и телепрограмм. Поэтому сегодня у нас в гостях Юлия Гадар, редактор нашей программы «Дети Большого Толка». Она расскажет о том, как появился телепроект и что нужно, чтобы стать телеведущим. Здравствуйте, Юлия. Здравствуй, Даша. «Дети Большого Толка» – это единственная в крае программа, которую ведут дети. В чем особенность и в чем сложность работать с детьми? Спасибо за вопрос, Даша. Сложность заключается в том, что, когда работают взрослые люди, они понимают, что это работа. Они приходят, профессионально ее делают и уходят. Они умеют общаться. А дети, они еще не умеют владеть своими эмоциями. И поэтому, если им что-то нравится, то им это горячо нравится. А если им что-то не нравится, то они будут сидеть со скучными и скорбными лицами. Это должен быть большой дружный коллектив. И нужно так подбирать темы, чтобы туда, куда мы приходили, было весело. И поэтому, когда мы едем на съемку, я всегда договариваюсь, чтобы нашим детям что-то интересное рассказывали, показывали. Прямо вот чудеса какие-то. Программа существует больше года. Расскажите, чем вы гордитесь? Мы гордимся детьми и родителями, которые являются нашей командой. У нашей программы есть всероссийские международные уже награды. И это международный фестиваль в Казани, Зиланд, где мы заняли первое место. У нас замечательный был сюжет, который называется «Храм в Антарктиде». Вот не все знают, что Антарктида – это ничейная земля, то есть это целый материк, который не принадлежит никакой стране. И вот архитекторы из Барнаула построили там православный храм. Это единственный там храм. Мы об этом сняли сюжет, архитектор приходил к детям. Вот еще у нас тоже был классный сюжет, который называется «Жуки едят пластик». Есть такая проблема переработки мусора. То есть вот пластиковая посуда, бутылки, они не перегнивают в земле, и этот пластик, он копится и попадает в мировой океан. Но в Барнауле есть студент биологического факультета, который разводит жуков, и выяснил, что один вид жуков ест пластик. И причем они едят его, и после этого не отравляются, не теряют способности к размножению. И для них это очень вкусно и здорово. И вот этот сюжет про жуков, он получил очень высокую оценку на Всероссийском фестивале в Новосибирске, который называется «Мультсемья». Нас туда пригласили, мы поехали, и мы не просто получили там награду первое место, причем среди взрослых программ, даже не детских, а еще мы поучаствовали там с мастер-классами. То есть нас пригласили уже как взрослых профессионалов. Приехали дети со всей России, Санкт-Петербурга, Москвы, тоже Казани, Липецк, Каперми. Их было больше 400, и мы проводили мастер-классы, обучали детей работе с нейросетями, и монтажу на телефоне, получили много положительных отзывов. Как вы думаете, что главное для хорошего тележурналиста и ведущего? Многие думают, что хороший тележурналист и хороший ведущий – это человек, который умеет говорить. Да, дикция нужна, уверенность в себе нужна, но главное – журналист – это человек, который умеет слушать. И вот это всех удивляет. То есть на самом деле приходит журналист на интервью. Вот сейчас ты, Даша, берешь у меня интервью. Ты задаешь маленькие вопросы, я отвечаю много, как гости, как эксперт. И так происходит всегда. Журналист приезжает на съемку, говорит, вот, здравствуйте, мы находимся здесь-то и здесь-то, здесь происходит то-то и то-то. Это буквально 20 секунд, а дальше 2-3 минуты – это сюжет про других людей, это сюжет про других героев. И журналист на съемке очень много слушает, и на интервью очень много слушает. И это то, чему мы учим детей. Мы учим их быть корректными, быть добрыми, быть уважительными, и мы учим их слушать. Ну и последний вопрос, который, я уверена, волнует наших телезрителей. Как попасть на телевидение? Вот хороший вопрос. Очень многие думают, что у нас какой-то суперкастинг. Мы проводим сложные отборы, где дети читают стихи, там, я не знаю, танцуют чечетку. Мы проверяем, выговаривают ли они букву R, шепелявят ли. Так вот, этого нет. Мы берем всех, кто хочет. Те, кто хотят развиваться, учиться, сниматься, мы просто-напросто смотрим, как получается заниматься. У нас есть такие уроки, есть тележурналистики. Мы репетируем съемки. То есть к нам приходит гость, мы задаем ему вопросы, учимся общаться. Мы снимаем какие-то сюжеты для себя, мы учимся монтировать видео на телефон. И те, кого это зацепляет, кто этим интересуется, мы дальше с ними снимаем программы. То есть на самом деле все достаточно просто. У нас нет запрета на детей, которые носят скобки, например, или которые картавят. Нет. Все классные, те, у кого есть веснушки, нет веснушек, кто носит очки, не носит очки, маленького роста и большого. Дети красивые, дети чудесные. И самое красивое в человеке – это его сияющие глаза, это его добрая улыбка. И поэтому всех, кто такой доброжелательный, интересующихся, мы обязательно берем. Большое спасибо за ответы. А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Юлия Годар, редактор программы «Дети большого толка». И она рассказала, как снимается телепрограмма и что нужно, чтобы стать телеведущим. Вы знаете, что любование цветами может уменьшить боль. И если людей просят нарисовать что-нибудь красивое, то чаще всего они вспоминают именно о цветах. Почему так происходит? И почему букет цветов дарит людям радость? Об этом наш следующий сюжет. Цветы удивительны. Они дарят нам радость и всегда умеют поднять настроение. Опытные флористы умеют красиво сочетать букеты. А еще они могут продлить жизнь растениям. Цветы по своей сути полностью отвечают представлению об идеальном подарке, поскольку они живые, яркие и изящные. Прекрасны в любое время года. А еще цветы – это всегда не просто букет, а символ уважения, благодарности, любви, преданности, нежных чувств, симпатии или искренней заботы. Цветы можно подарить и близкому родственнику, и учителю, или врачу. Цветы можно отправить сюрпризом с курьером или подарить лично. Сегодня мы расскажем, как сделать так, чтобы букет прожил дольше. Рекордсмен среди самых стойких цветов – гвоздики. При правильном уходе они могут радовать вас в вазе целых три недели. А вот розы нельзя держать на сквозняке. Еще у розовки удивительная особенность. Они впитывают воду не только стеблем, но и всей поверхностью. Кстати, цветы простоят дольше, если на ночь их убирать в более прохладные места. Ведь даже нежные лепестки тропических цветов привыкли к холодным ночам. Цветы умеют не только поднимать настроение. Еще они украшают интерьер и фотографии, издают приятный аромат и знают все языки мира. А еще цветы умеют разговаривать. Мой букет говорит. Мама, я люблю тебя, поздравляю с Днем Матери. Мамочка, поздравляю тебя с Днем Матери. Желаю тебе много чего хорошего. С праздником! Мамочка, поздравляю тебя с праздником. Желаю тебе, чтобы ты не болел и у тебя было в жизни много всего хорошего. С праздником! Мама, поздравляю тебя с праздником. Желаю тебе счастья и здоровья. Мы желаем всем хорошей погоды и только хороших новостей. Пока-пока. Увидимся через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok